Около 800 военнослужащих, призванных на военную службу, осенью текущего года торжественно присягнули на верность Родине в минувшие выходные. По традиции, мероприятие прошло в мемориале «Брестская крепость героя», что создает особую атмосферу торжества. Героическое прошлое – как особый знак качества вооруженных сил, но помимо чувства гордости, оно налагает еще большую ответственность на новобранцев. Ведь теперь именно они – настоящие защитники Отечества, ответственные за мир и покой, территориальную целостность и независимость с неокой. Вам предстоит продолжить традиции поколения победителей, героев Великой Отечественной войны. Достоинно исполняйте свой воинский долг. Добросовестно изучайте военное дело. Впереди у вас интенсивная боевая учеба, освоение сложной военной техники, участие в выполнении ответственных государственных задач по обеспечению безопасности нашей страны. Несомненно, что с помощью опытных командиров и старших товарищей вы успешно отводите программу боевой подготовки, получите воинскую специальность и счастье выполните свой воинский долг. В стройных рядах новобранцев – десантники, артиллеристы, зенитчики, военнослужащие отдельного батальона радиоэлектронной борьбы и реактивного полка. Все они еще до присяги уже не на словах, а на деле успели понять и почувствовать, что такое военная служба, привыкнуть к жизни по уставу. Многие еще до армии мечтали служить в определенных войсках. И сегодня, когда желание воплотилось в реальность, рассказывают о своих первых неделях службы, не скрывая эмоций. Служить в армии мечтал именно в органах пограничной службы. Во-первых, есть несколько предпосылок. Во-первых, зеленой фуражкой связано немало доблестных, славных страниц нашей страны. А во-вторых, как известно, граница – это щит, а пограничник – это лицо государства. И поэтому на него возложена огромная просто ответственность за свою страну, за близких, за родных, за сохранность и территориальную целостность страны. И я горд быть частью всего этого. В городе над Бугом, в силу его географического расположения, особое внимание всегда принадлежит новобранцам-пограничникам. В этот раз пополнение данного рода войск было одним из самых многочисленных. Сегодня пришли достойные ребята со всей Белоруссии, которые хорошо учились, хорошо заканчивались в общественной жизни. Я думаю, после сегодняшней просяги они приобретут необходимую воинскую специальность и будут надежно ходять в рубеже нашей Родины. Защита Отечества всегда считалась почетным трудом и главной обязанностью настоящего мужчины. А потому, несмотря на предстоящие тяготы и лишения воинской службы, каждый солдат из нового пополнения готов с честью и достоинством оберегать мирное небо над головой белорусских граждан. Ведь как бы ни менялись времена и поколения, строка в биографии о службе в вооруженных силах и сегодня является одной из лучших характеристик для каждого молодого человека. Сейчас уже можно сказать, это как государственный праздник, принятие присяги и на таком уровне организовываются эти мероприятия. Мы стараемся организовать это и почествовать наших молодых солдат. Я считаю, что военная служба популярна. В армии идут, желают и я думаю, что будут желать идти служить.